Неравнодушные к чужой беде люди становятся донорами, считают волонтеры движением «Молодая кровь». Их акция на станции «Переливание» была посвящена Дню памяти жертв автокатастроф. Регулярно волонтеры посещают учреждения, чтобы помочь людям, попавшим в беду. На каждого донора заводится персональная карточка. В ней паспортные данные, вес, рост, показатель давления. Информация размещена в общероссийской базе. Тот, кто не проходит тест по вирусной безопасности, донором никогда не станет. Каждому донору определяется группа крови, резус-фактор и определенные гематологические показатели. В зависимости от того, что он сдает. Если это донор крови, определяется уровень гемоглобина. И этого достаточно. Если это донор плазмы, то там более расширенные анализы. Такие как количество лейкоцитов, количество тромбоцитов, ретикулыцитов и некоторые другие показатели. Студент энергоуниверситета спортсмен Саша сдает кровь в первый раз. По всем показателям он здоров. Идеальный донор. Волонтера вдохновила благородная идея организаторов акции – помочь пострадавшим в ДТП. Пусть даже незнакомым людям. 300 миллилитров крови не жалко. Я думаю, что каждый может попасть в плохую ситуацию. И мы должны помогать людям. Поэтому я пришел сдать кровь сегодня. Какие ощущения? Неплохо. Хорошо себя чувствую. Новый арт-объект движения «Молодая кровь» Каплиметр теперь будет путешествовать по городам и весям вместе с волонтерами. В сосуд с разметкой каждый донор должен опустить красный шарик. Показать, что он внес вклад в общее дело. По мере наполнения потом шарики будут выгружаться и заполняться заново. Также у нас есть такая идея, чтобы на шариках писать имена и фамилии участников. И благодаря этому они смогут внести вклад в донорство. На станции переливания рассказывают, сдать кровь ежедневно приходит около 60 человек. В дни памяти их становится многократно больше. Иваново – город благородных людей. Наталья Романова, Мария Смирнова, Андрей Семиволков, РТВ Иваново.